Упражняю себя со стабом, на заднем фоне вы видите самую дикую лампу, которая мне попадалась на тест, хотел вам ее показать, и с той целью, чтобы вы никогда не покупали такие лампы. Смотрите, что это за лампа, лампа светит вот таким вот диким рисунком, сейчас я даже подойду поближе, вы увидите, насколько это не укладывается ни в какие нормы, насколько это, так сказать, смотрится дико. Лампа мне очень понравилась тем, что она вентиляторная, тем, что она очень маленькая, вот она, она влезает в крышку, под крышку фара от соляриса легко, вот она эта крышка, в общем, она будет легко, прекрасно закрываться, там даже драйвер поместится, то есть в этом вопросе вообще проблем бы с ней не было, вот она жужжит, но то, как она светит, это полный, трэш и угар, сейчас я вам немножко подкорректирую, вот яркость, вы видите, что никакого, сейчас я попытаюсь вот ее немножко повернуть, налево-направо, грубо говоря, это нам никакого эффекта не дает, вот, сейчас я выключу фару и покажу вам, как выглядит сама эта лампа, чтобы никогда подобные лампы не покупали, вот смотрите, это свет ближний, вот эта порноха, это дальний свет, то есть, ну, как мы видим, абсолютно такую лампу невозможно не отрегулировать, и не дай бог вам купить такую лампу на алиэкспресс, итак, кому интересно, сколько жрет она, вот она, где-то 26-27 ватт она жрет, то есть лампа очень мощная, выключаю, и хочу вам показать, как она выглядит, чтобы вы никогда такую лампу не покупали, так, фокус, фокус, это лампа на чипах Cree, это лампа H4, сейчас я из нее только центральный патрон вытащил, но не дай бог вам такую лампу купить, вот она как выглядит, то есть она маленькая, вентиляторная, все классно, но, ребята, это просто трэш, в плане того, что вот эти светодиоды кришные, здесь, я так понял, 50-й стоит, они абсолютно не предназначены для того, чтобы использоваться в рефлекторных фарах, данная прекрасная лампа, которую вам ни в коем случае не стоит приобретать, мне ее прислали достаточно давно, и, в общем-то, она лежала, ждала своего часа, и вот дождалась такого анти-обзора, также, в комплектации, вот к этим лампам, которые вам ни в коем случае не надо покупать, для фара H4, идут вот такие вот цветные, цветные такие, скажем так, пластиковые накладки на фары, но они изменяют цвет, но сами поймите, цвет они, конечно, могут вам поменять, а форму светового пучка, которая у вас была, так, здесь она будет, я чувствую, синего цвета, да, вот, она вам не изменит, коробочка выглядит вот так, но, ребят, учтите, что эта коробка, тут коробок могут миллионы сделать, и абсолютно, как говорится, не обращайте внимание на коробку, обращайте внимание именно на конструкцию лампы, то есть вот именно на ее вид, на светодиоды, на форму шторки, которая стоит, и это вам поможет, собственно, не потратить пустую деньги, ну и, ребят, чтобы вот мои вот эти все хайни вот этой лампы не были, как говорится, просто пустыми словами, сейчас покажу, как светит нормально светодиодная лампа в этой же фаре, кстати, я протестировал вот эту лампу, про которую я вам сказал, которую не надо покупать ни в коем случае, во всех фарах и везде одна и та же параша, то есть не то, что эти фары от солярис какие-то неудачные, нет, сама конструкция лампы неудачна, и вам, повторюсь, не стоит ее покупать ни за какие деньги. Сейчас покажу как светит нормальная светодиодная лампа, чтобы вы поняли, что дело тут точно не в фаре. Ребят, в качестве примера покажу вам как светит вот этот старый добрый Philips, который я тестировал где-то года полтора назад. На фоне этой правильно светящей лампы, хочу еще раз сказать, что не смотрите на мощность лампы, а на тип светодиода. Очень важно, чтобы эти светодиоды повторяли форму нити накаливания. То есть не были такими большими, огромными как светодиоды Cree, которые светят в разные стороны и создают дикий засвет. А были маленькие, компактные, похожие на форму нити спирали у обычной галогеновой лампы. В том числе, ребят, я знаю, что на алиэкспрессе полно вот этих ламп именно с маленькими чипами, которые повторяют форму спирали. Приобретайте лучше их. Если же вы собираетесь что-то покупать на алиэкспресс, то покупайте, как говорится, лучше их. Там больше шансов, что вы угадаете со света синего границы, она будет примерно соответствовать вот таким вот качественным лампам. Ни в коем случае не покупайте вот такую вот лажу, потому что это сделано для того, чтобы просто вам продать. И, грубо говоря, никого не волнует, что вы не сможете фары отрегулировать, вы будете слепить, вам будут моргать. И, в общем, вы будете получать массу негативных эмоций от езды с такими фарами. Ребят, такой формат, не знаю, буду ли я, не буду продолжать. Напишите в комментариях вообще, нравится ли вам такой формат с минимальным монтажом или нет. Или вам лучше все-таки старый формат, потому что сейчас я использую стаб. Если это была информация, вам полезно, то, как говорится, распространите среди жильцов вашего ЖЭКа. Ну, а если вы не узнали ничего нового, то ставьте дизлайк, не стесняйтесь. С вами был, как всегда, Андрей Финашин. И до новых видео.